Ваше мнение, какой будет поединок, что можно ожидать от этого матча? Тем более, я спрашиваю вас, почему, потому что вы еще участник этого первого матча в Днепрове, в Еврокубках, Терентина, Днепр. Ну, я, честно, очень доволен, что они сыграли один-один. В целом, было им тяжело, потому что Наполеев сейчас играет, Виталий сейчас игры проводится, очень тяжело. Ну, моя думка, что Днепр пройде, и за счет чего, я думаю, что сыграет те выходы, которые любит Днепр контрактовать. То есть Днепру нужно, по Вашему взгляд, сыграть в осторожный футбол? Днепр должен сыграть свой футбол, агрессивный футбол, с контролем мяча и с швидким выходом в атаку. Я считаю, что это им удастся, и буду молиться, болевать за Днепр. Ну, показалось от первого матча Наполея, что когда Днепр сильно прижимается, ставишь травной, то тогда и создаются проблемы. Может быть, стоит Днепр сыграть более на движении соперника, встречая его в среднем поле, как Вы считаете? Ну, я могу, если так разобраться, то Вы имеете в виду больше другой темп, то я думаю, что команда Наполея прижала Днепр до своих ворит, и Вы не забывайте, что мяч состоится из двух игров. Так что я думаю, что Днепр грамотно побудовал игру и ждали свой момент, забили мяч. Я считаю, что нужно забыть им про результаты, а играть тот футбол, который показывает Днепр. Я считаю, что при Маркевича Днепр начали играть, потому что не было вообще вообще трансферной политики. И начали играть те футболисты, как Федорчук, Канкава. Я считаю, что совсем по-другому Коноплянко начали играть. Так что я считаю, что Днепр в целом, я говорю, буду молиться, чтобы они пройшли дальше. Они заслуговывают. Принайменно, Мирон Богданов заслуговывает, чтобы он играл в финале Еврокубки. А Днепру больше повезло в первом матче? Как вы считаете? Футбол, я вам скажу, везет сильнейшим, так что дай бог, что повезло и в второй игре Днепр. А Наполя вообще-то удивил? Ну, то, что они хотели, я вам скажу, но добрый, грамотно был перекрытый и у воин. И те фланги, которые у них были, фактически у них моменты выникали стандарт. А так в целом, чтобы так. Ну и Бойко молодец. Ну, вы считаете, очень интересная игра, наверное, болельщики, которые обещают быть заполнены Олимпийской, наверное, это будет хорошая поддержка? Я думаю, что если болельщик не прийдет, то его будет тяжело понять. Потому что не так часто, помню, я в Киеве полуфинал проводился еще в 99-м году, когда играл, ой, я извиняюсь, Шахчером еще было, но я думаю, что хотелось бы, чтобы... Я думаю, что болельщик прийдет, то Днепру будет 12-й игрок, который поможет дальше и дальше прогрессовать. Наверное, и вы, как бывший футболист, сейчас тренер, и сами ребята, наверное, понимают, что это исторические шансы? Ну, знаете, как говорят, в футболе бывает раз, такой шанс на все життя, так что надо его использовать.